нашего Иисуса Христа. Сейчас мы пели псалмы, и следующий псалом, который мы будем исполнять, он основан на 41-м псалме. И хотелось бы обратить ваше внимание на стихи 6-й и 12-й, на первую часть. Там говорится, автор псалма говорит о том, что к нему пришло уныние и смущение. Он говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Знаете, каждый из нас подвержен унынию, отчаянию и смущению. Давайте сначала разберемся, что это такое уныние или отчаяние. Это душевное состояние крайней безнадежности, ощущение безвыходности, безысходности. Отсутствие перспективы и потери, и отсутствие надежды. Казалось бы, об этом говорит энциклопедия. Казалось бы, когда ты неверующий человек, и у тебя нет надежды, и ты ходишь по замкнутому кругу, и у тебя как раз это и должно быть уныние и отчаяние. Но у верующего человека, который верит в Бога, чтобы оно приходило, и было это отчаяние, но Библия говорит нам, что это так. И первый пример – это Моисей. После того, когда он вывел израильский народ из Египта, они ходили по пустыне. Народ постоянно роптал, был недоволен тем, что то им мана не устраивало, они мясо хотели. И постоянный был ропот на Бога, то, что зачем вы нас, ну и на Моисея, естественно, зачем вы вывели нас, чтобы мы здесь умерли в этой пустыне. Лучше бы мы умерли там, в Египте. Там и мясо было, и лук был, и все было. А здесь у нас нет ничего. И когда народ стал роптать вслух Господа, следующий, и услышал, и воспламенился гнев Господа, числа 11.1. Народ стал роптать на Бога, что Бог дает им только ману, что они не едят мясо. И он услышал их ропот и недовольство. Моисей также в отчаянии воззвал Господу, потому что ему тяжело было справляться с этим народом, с таким количеством людей. Читаем в числах 11 глава с 13 по 15. Это обращение Моисея к Богу. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. Моисей был вождем большого количества народа, миллионного народа. И Бог постоянно был с ним, и в общении был, и вел этот народ. И народ сам видел Бога, и днем видел, и ночью видел, как Бог был с ними. Но все равно Моисей пришел в уныние. Потому что народ, который он вывел, был ему одному не под силу. И Господь дал Моисею 70 старейшим. То есть по-нашему это команда. Потому что не под силу одному человеку справиться с большим количеством людей. Один из аспектов уныния – это отсутствие команды. Тебе не под силу справляться с этим. И мы не можем в одиночку нести бремя всего народа, всего коллектива. Как это сказал Моисей Господу. И Господь услышал его. Пример второй – это Илия. Он был выдающимся пророком Божьим и ходил пред Богом. Он пришел к царю Ахаву. И сказал, что он делает плохие дела. И передал волю Божью царю Ахаву. После чего он помолился, и не было дождя 3,5 года. Потом он снова пришел к царю Ахаву и сказал, давай устроим жертвенник. Два жертвенника поставим. На одном – один Ваалу, и ваши пророки будут молиться. И один – Богу живому. И когда они собрались, 450 пророков Ваала, ходили вокруг жертвенника, они приносили жертву, они пытались что-то сделать, кололи себя, кричали. Или я стоял и издевался над ним. Говорит, сильнее кричите, может он спит там, не слышит, или обед у него. Он не испугался 450 пророков Ваала. Но потом Илья возвал к Богу, и Бог ответил на его молитву и принял жертву Ильи. После чего Илья уничтожил 450 пророков Ваала. И когда Ахав передал своей жене Изавеле об этом, рассказал все, то она послала к нему посланца. И сказать Илье, «Пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». То есть, он не испугался 450 взрослых мужчин, да? Он уничтожил их. Но он испугался слов женщины, которая сказала ему, что уничтожит его. Несмотря на то, что Бог через него творил какие-то чудеса, и причем он немалые чудеса делал, и впоследствии он все равно испугался. Пришел в отчаяние и убежал в пустыню. Так же и сейчас с нами может быть то же самое. Вчера Господь через нас делал какие-то вещи, какие-то чудеса творил, а сегодня кто-то не так нам ответил, кто-то не так на нас посмотрел, и у нас наступает тоже отчаяние. Может, кто-нибудь... Вообще, занимаясь служением благовестия, я часто сталкиваюсь с такими моментами и с людьми, которые впадают в отчаяние. Ну, во-первых, потому что не все люди принимают благую весть. И вместо того, чтобы хотя бы промолчать, они начинают говорить и выражаться плохо, и думать о нас плохо. Вот. Так же это из-за того, что мы не видим плода. Мы говорим близким и на работе. Они знают, какими мы были до того, как мы встретились с Богом, и видят нас после того, как мы уверовали в Бога. Они видят эти изменения, но все равно не приходят к Богу. И это нас приводит к отчаянию. Поводов для отчаяния вообще очень много и сейчас. Но есть ли выход из этой ситуации? Есть. Псалмопевец также говорит в продолжении этого стиха, 41 стих, 41 глава, 12 стих. «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Здесь говорится о том, чтобы наш взор всегда должен быть направлен на нашего Господа. В самых трудных и тяжелых ситуациях нам необходимо Его прославлять. В Библии Бог говорит, доверьтесь мне. Упование – это доверие. И нужно учиться доверять им. Библия показывает нам множество примеров, когда вожди, цари, пророки, судьи приходили в уныние, и Бог давал им выход. Давайте вспомним апостола Павла и Силу, когда их посадили в темницу, приковали так, что они не могли пошевелиться, и поставили стражу. Я, например, бы сразу пришел бы в отчаяние или в уныние. А апостол Павел и Сила, они начали славить Бога. Случилось землетрясение, оковы рухнули, двери открылись. Стражник, увидя это, хотел покончить жизнь самоубийством. Но Павел его остановил, сказал, не делай этого. Нам нужно надеяться с верой в то, что наш Господь, Он не оставит нас, что Он позаботится о нас. У нас есть Слово Божие, которое нас не обманывает, а наоборот дает нам силу идти за Ним. Через Слово мы учимся доверять Богу, и в нас растет надежда, которая не дает нам погаснуть, а только укрепляет нашу веру. Господь обращается к каждому из нас и говорит, уповайте на Меня, доверьтесь Мне, прославляйте Меня и увидите, что Я сделаю, какие чудеса сотворю. Так давайте мы сейчас встанем, помолимся и прославим Господа нашего. Спасибо. Спасибо.